Не ищите встречи, скорее всего такая встреча не состоится. Также не обижайтесь, хотя я не реагирую на чужие обиды, но все равно вы не обижайтесь, потому что вы пишете мне письмо, я не отвечаю, находите мой телефон, пробуете мне звонить, я не отвечаю и так далее. В нашей школе на сегодняшний день прошло обучение огромное количество людей. Оно уже превосходит сотни тысяч людей, получили и первую ступень, и посвящение первой ступени, кто-то прошел и не прошел дальше, кто-то прошел и прошел, но количество людей, которые рано или поздно обращаются ко мне, оно велико. На протяжении дня в любом абсолютно, в любой социальной сети, такой как телеграм, вайбер, ватсап, я получаю огромное количество писем. Иногда может варьироваться до 600. То есть если вы мне пишете письмо, Андрей Андреевич, я прошу там то-то, то-то, то после этого знайте, что оно может быть одним из 600. Если у меня нет времени на протяжении дня посмотреть на эти письма, то на следующий день я его не увижу, оно просто улетает вниз. Очень часто из-за этого человек думает, что я его игнорирую, а это в целом не так. Также вы должны знать, что социальных сетей много, это вайбер, ватсап, телеграм, есть еще инстаграм, есть еще какие-то запросы, которые вы пишете на электронную почту. И мне для того, чтобы переработать это все, необходимо тоже большое количество времени. Поэтому в случае, если я не отвечаю или каким-то образом не получается, ну тогда что я могу сказать? Нас много, а я, собственно говоря, один. Поэтому приходите на обряды, приходите на мои семинары, приходите на семинар, на марафон, его ссылку я здесь указал сегодня, и начнем работать и начнем себе помогать. Ну, вначале давайте я отвечу на ваши вопросы. Итак, Галина Борисенко. Огромная благодарность, Андрей Андреевич, за советы, знания, добрую и заботу о людях. Горжусь, что стала ученицей школы Кайлас мира и процветания. Очень часто, большое спасибо вам, Галина Борисенко, очень часто я говорю своим ученикам, друзья мои, берите у меня прибежище. Что это обозначает? Часто человек нуждается в какой-либо практике, но из-за того, что в эзотерических школах или в эзотерических направлениях обычно большое количество практик всевозможных, как в, наверное, как в карате или как в каком-либо боевом искусстве, выбрать какой-то прием очень или чрезвычайно сложно. И человек, когда попадает в какую-то ситуацию, зная тысячи приемов, в итоге продолжает заниматься тем, что он умеет рефлекторно делать. Именно поэтому вот такая рефлексия, она мешает, вернее, она помогает человеку. И самая простая практика, которая помогает человеку быстро преодолеть препятствия или быстро себе помочь, или быстро каким-либо образом справиться с болью, с операцией, с какими-то проблемами, процессами, нервами, паническими атаками и так далее, это получение прибежища. Ученик моей школы, который прошел первую ступень от начала и до конца, купив ее за свои деньги, эту ступень, таким образом он считается моим учеником, имеет право брать у меня прибежище. Так и говорит, Андрей Андреевич, помогите мне пройти таможню. Андрей Андреевич, помогите мне там то-то, то-то сделать. Или Андрей Андреевич, помогите, чтобы там магазин заторговал. Или Андрей Андреевич, помогите. Таким образом человек берет прибежище. А я ежедневно по утрам занимаюсь тем, чтобы давать такое прибежище своим любимым ученикам. Ради вас, собственно, это все и устроено. С вами и живу, и всем стараюсь максимально вот таким образом помочь. На ночь перед самым сном читаю 108 раз мантру Что условно звучит так. Пусть великие боги, Вишну, Кришна, помогут человеку избавиться, поможет моим ученикам избавиться от тяжелой судьбы. А по утрам читаю Что условно обозначает. Пусть тепло наших сердец согревает тех людей, которые нас любят. И пусть разрушает наших врагов. И после чего читаю мантру нашей школы Объединяя учеников между собой Что условно является определенным слогом, Который желает абсолютно всем ученикам школы По-моему, 120 или 121 пожелания определенного счастья. Чтобы родители любили, чтобы дети родители любили. Чтобы здоровье было, чтобы деньги были. Чтобы деньги были у вас и деньги были у ваших детей. Чтобы ваши дети вас любили и вы детей любили. Чтобы ноги не болели, чтобы руки не болели. Чтобы артрит не развивался, чтобы кровь чистая была. То есть вот такие. Чтобы везение было и так далее. Поэтому быть учеником школы это хорошо. Проходите мою первую ступень.